Сейчас мы с вами приготовим салат ананасовое чудо. Мы его называем. Для этого нам понадобится 3 средних картофелины сваренные в мундире. Как это сделать быстро мы вам рассказали в прошлом видео. Нам понадобится банка консервированных ананасов. В данном случае у нас уже кусочками. Понадобится банка майонеза. 2-3 дольки чеснока. Это в зависимости от того, кто как любит. Более острое, менее острое. И потертый сыр. Сыр тоже на любителя. Твердый или полутвердый. Главное не мягкий. Любой какой вам нравится. Для приготовления салата берем достаточно крупную и плоскую тарелку. И на крупной терке натираем картофель. Значит, натираем вот так картофель. Может быть, все 3 они нам не понадобятся. Обычно требуется для этого салата 2-3. Сейчас посмотрим. Вот так распределим. И на третью мы все-таки тоже потрем. Ну, не целую. Распределим картофель. Но не до самого края тарелки. Потому как у нас этот салат выкладывается слоями. Поэтому нам надо, чтобы у нас потом майонез не стекал по краю тарелки. Распределили вот так картофель. То есть нам его надо совсем немножко. Я повторяю. 2-3 максимум. Потом берем буквально вот чуть-чуть соли. Вот немножко присаливаем. Потому как мы готовили в мельдере в микроволновке. Это было без соли. Ну, буквально вот так чуть-чуть. Присолили картофель. Далее мы приступаем к ананасам. Ананасы, как я уже сказала, у нас дольками. Если у вас ананасы кольцами, ничего страшного. На дольки надо порезать просто сами. И вот так вот наш картофель мы обкладываем ананасами. Вот как раз видите то, о чем я вам говорила. Что мы не выкладываем картофель до края. Потому как вот еще идет ананас. Чтобы у нас в тарелке это не сваливалось. Вот так мы это выкладываем быстренько. Двумя руками. Рецепт салата очень простой и очень быстрый. Мы его еще называем гости на пороге. Потому как пока гости до вас добираются. Вы вполне успеете его сделать. Даже если у вас нет под рукой всего подходящего. Но есть рядом магазин. И если вы приготовите картофель в мундире. Вот по тому быстрому рецепту, как мы вам рассказывали. Все это происходит очень быстро. А самое главное. Это очень необычно и очень вкусно. Этот салат всегда разлетается в первую очередь. Тарелка из-под него остается пустой практически сразу. Хотя казалось бы, нет ни колбасы, ни мяса. Привычного для таких вот ананасовых салатов. Но тем не менее, очень вкусно. Проверено на мужа. Почему на мужа? Потому как путь к сердцу мужчины, как говорят, лежит через желудок. Так вот он этот салат у меня обожает. Вот так вот мы все выкладываем быстренько. В общем, в принципе, уходит одна стандартная банка ананасов. Небольшая, а обычная стандартная банка. Вот так мы обкладываем весь картофель. Возможно, у вас чуть-чуть ананасов останется. Вот тут вот можно. Обычно я стараюсь все это, всю эту банку уложить. Так, ну вот, в принципе, все. У меня ананасов у меня остались. Ну, ничего страшного. Так, дальше мы берем стандартную банку. 250 грамм майонеза. У меня две крупные дочки чеснока. Ну, если они мелкие, то можете три. Если совсем мелкие, то четыре. Но вообще это на любителя. Кто как любит. И выдавливаем чеснок в майонез. Выдавили. И перемешиваем. Хорошенько с майонезом. Майонез я использую для вот этого салата. В банки. Дело в том, что в банке, вот, в пластиковом, он более такой вот жидкий. Его легче смешать с майонезом. И легче нанести. Так как у нас слоями, потому как майонез, который в полиэтиленовых упаковках, он более густой. Значит, размешали мы чеснок в майонезе. И наносим это вот такими вот движениями. Я это делаю вилкой. Наносим сверху анамасов. Вот. Теперь вот вы понимаете, почему я вам сказала, что картофель не ложить до края. Потому как у нас, чтобы ничего не свалилось. Ни майонез мистикам, ни ананасы. Вот так мы это распределяем по ананасам. Вилкой это делается очень легко, просто. Ну, вот этой стандартной банки, 250 граммов, ее как раз хватает на нашу вот эту большую тарелку. То есть, вот такой у нас получается, как пирог, я бы сказала, выложенный слоями. Ну, теперь можно добавить туда, где, наверное, за мной ваш взгляд мало. Вот, собственно, и все. Берем предварительно натертый сыр. Сыр, как я уже сказала, на мелкой терке. Любой, какой вам нравится. Только не мягкие сорта. Сыр полутвердый, твердый. У меня в данном случае полутвердый. Вот так мы сыр выкладываем на наш майонез. И вот опять вы видите, про края, которые я вам говорила, чтобы не ложить картофель до края. Вот, уложив все наши слои, у нас тарелка как раз до этого края и заполнилась. Если бы мы картофель положили до края сразу, наши ананасы с майонезом благополучно уже бы с нее стекли. Сыр уходит прилично, ну, грамм так, около двухсот. Вот так укладываем. Это наш последний завершающий слой у салата. Вот такой у нас получился с вами красивый пирог. Вот, собственно говоря, и все. Попробуйте обязательно наш салат, который мы называем чудо-ананас. И если он вам понравится, оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Приятного аппетита!